Первым судном для ВМФ России, оснащенным новыми отечественными системами обогрева, стал ледокол Илья Муроменц. Его построили на Адмиралтейских верфях по проекту 21-180, разработанному в Нижегородском КБ «Вымпел». Флот получит еще два подобных ледокола с уменьшенной осадкой. Главное судно проекта 21-180М, ледокол Евпатий-Коловрат, заложили на петербургской судостроительной фирме «Алмаз» 12 декабря 2018 года. Новые ледоколы также оснастят российскими системами обогрева. О технической новинке съемочной группе «Мил Пресс Флот Пром» рассказал главный конструктор проектов «Вымпела» Михаил Бахров. Обогрев палубы – это требование регистра, потому что, значит, как ледокол Илья Муроменц, так и ледокол 21-180М Евпатий-Коловрат, они проектируются в соответствии с правилом регистра и под назором военно-морского флота, и под назором морского регистра судоходства. То есть там написано «Должен обеспечивать обогрев пути эвакуации». Поэтому, значит, мы, как бюро проекта, должны выполнять правила регистра, тем самым мы решили эту задачу, предусмотрев обогрев палуб и пути эвакуации. Наклоны трапы, также комиксы наружных дверей, возможностью максимально быстро покидать при каких-либо нестандартных ситуациях. Эвакуационные вентиляционные головки – это для обеспечения повседневной эксплуатации. Просто обогревается, потому что температурный режим эксплуатации – там минус 40, от плюс 30 до минус 40, поэтому, значит, поэтому и обогревается. Это данное решение применяли, ну, правда, импортных производств на ледоколах гражданской постройки со стороны эксплуатанта, пока у нас таких категоричных нареканий нет. На данном проекте применены отечественные производители, да, они там, значит, были много вопросов при строительстве, однако там в рабочем порядке они там устранили все замечания. И надеюсь, что уже для ледокола 21180М они поставят продукцию уже с учетом эксплуатации и изготовления для 21180М.